Культура – это душа народа, богатая, самобытная, живая. Это духовный цемент, скрепляющий прошлое с настоящим и определяющим будущее. Именно она определяет духовную уникальность нации и народа, и сохранить её – одна из главных задач государства. В Славянском районе бережно относятся к сохранению исконной кубанской культуры и делается всё, чтобы передать её будущим поколениям. Многообразие славянских творческих коллективов, занимающихся фольклорной деятельностью, можно было увидеть в городском Доме культуры, где прошёл районный фестиваль фольклорной песни «Живые традиции». Участников праздника кубанской культуры поприветствовал председатель районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Стало уже традицией на территории Славянска проводить такие замечательные праздники. И сегодня этот праздник посвящён, в первую очередь, тем, кто стоит у руля нашего фольклорного творчества. Вы пропагандируете наши традиции, вы пропагандируете нашу песню, даёте направление нашей молодёжи, потому что вы воспитываете нашу молодёжь, и я уверен, что вы будете передавать свой опыт, свои традиции нашему молодому поколению. В фестивале фольклорной песни приняло участие 14 коллективов со всего Славянского района. Гордостью анастасиевцев является народный фольклорно-этнографический ансамбль «Казачьи напевы». Коллектив собирает и сохраняет старинные кубанские обряды, а также исполняет только народные песни, и обязательно в первоначальном виде. Ансамблю удалось записать и сохранить около 200 старинных песен и обрядов. И если бы не энтузиазм участников коллектива, их преданность народной песне, большой пласт казачьей культуры был бы безвозвратно потерян. Сегодняшняя песня прозвучала, везде-везде популярная, и потом раз – её и забыли. А народная песня сохраняется из поколения в поколение. Ну, наверное, были там тоже, наверное, не все песни сохранились, что-то отлетело, как шелуха. А вот изюминки, то, что берёт за душу, то, что откликается в душе человеческой, оно остаётся. Остаётся и передаётся из уст в уста, из поколения в поколение. У меня коллектив, нет ни одного человека с музыкальным образованием. Это все простые женщины разных профессий, но их всех объединяет и любовь к народной песне. На фестивале ансамбль казачьей напевы исполнил две песни. Одну из них – акапелла. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Грустная, протяжная, с надрывом. Большинство казачьих семейно-бытовых песен рассказывали о тяжёлой судьбе и нелёгкой женской доле. Но были, конечно, и весёлые. Именно к таким можно отнести такой жанр песни, как частушки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ансамбль народной песни с говорящим названием «Радость» старается исполнять весёлые и игривые песни. Артисты с большим удовольствием участвуют во всех мероприятиях и очень рады, что народное творчество не забывают, ценят и берегут, проводя такие фестивали. Это замечательно, что у нас проходят такие мероприятия. Люди соскучились по таким мероприятиям. Люди хотят петь песни. Фольклор – это всё. У нас достаточно много самодеятельных коллективов, и это прекрасно. Ну а песни, конечно, будем петь весёлые, потому что пока в России хоть одна гармонь живёт, нас одолеть никто не сможет. Фольклор в переводе с английского означает «народная мудрость». И действительно, в народных песнях кроется вся мудрость народа её создавшего. Здесь есть всё – и вековые традиции, и история страны, и сложные человеческие взаимоотношения. И пока живёт фольклорная песня, живёт сам народ. Песня. Песня. Всех участников этого замечательного праздника народной культуры отметили почётными грамотами и памятными подарками. А завершился фестиваль исполнением песни, пусть и не фольклорной, зато очень трогательной. И самое главное – её пела юная солистка народного хора «Поющие сердца». Глядя на эту девочку, да, наше дело – не умрёт. Правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ День забыла, когда я забыла, где не скрывалась в песне, а если на крыше не то для любви, но с ним попросил. Чуды, сомнения, в странствиях, задних символ, без любви, Люди, прошёл дни, не случайно, а если забыли, Люди, прошу глаз, погодише, погодише, Больный путь гинут во мне. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ